Сегодня Юлия Меньшова – актриса, продюсер и ведущая популярных шоу. И во всех этих амплуа она состоялась. Её творческий путь – это бесконечная примерка новых образов, прощание с уже покорёнными высотами и преодоление новых препятствий. С раннего детства Юлию учили – всего нужно добиваться самостоятельно. Она так и делала. И даже передачу об этом вела «Я сама» называется. Юлии Меньшовой пришлось пройти через сложное испытание, прежде чем она достигла успеха и стала счастливой. С какими испытаниями столкнулась Юлия Владимировна и как складывается жизнь телеведущей, мы решили рассказать. Но перед тем, как мы начнём, хочу рассказать вам о своей покупке. Я получил посылку от PD Paris, мне пришли духи. Я заказываю парфюм на этом сайте не в первый раз. С компанией PD Paris я знаком давно. Это сертифицированная парфюмерия родом из французского города Грасс. Они предлагают улучшенные версии известных парфюмерных композиций. Ноты парфюмов остались неизменными, но большинство синтетических компонентов они заменили на натуральные, безопасные для здоровья и не вызывающие аллергию. А это очень важно, так как у моей подруги аллергия. Продукт PD Paris – это результат многолетнего анализа уже существующих ароматов частными французскими парфюмерами. В России продукция упаковывается и готовится для продажи, но производство осуществляется на французском заводе. На сайте PD Paris представлены оригинальные флаконы, чтобы мы могли вспомнить, каким ароматом пользовались ранее, для того, чтобы понять, на какой парфюм максимально будет похож именно наш аромат. У PD Paris хорошая цена, каждый сможет позволить порадовать себя новым ароматом в фирменном флаконе. В этот раз я заказал для себя Hugo Boss, Lacoste, Lancome и Hugo Boss Woman. Остановлюсь на аромате Woman Boss – это аромат с фруктовыми, цветочными и древесными нотками. При нанесении на кожу чувствуется апельсин, мандарин и яблоко. Украшает аромат ваниль, кедр и мускус. Осуществить заказ очень легко, просто пройдите по ссылке под описанием к видео на сайт PD Paris. Там выбирайте понравившийся парфюм, добавляйте его в корзину, оставляйте свой номер телефона и ожидайте звонка от менеджера, который ответит на все вопросы и оформит ваш заказ. Оплата заказа оформляется при получении, после того, как вы осмотрите наличие и сохранность флакона. Но, к сожалению, компания PD Paris работает только на территории России и не отправляет свою продукцию в другие страны. Родилась Юлия Меньшова 28 июля 1969 года в режиссерской актерской семье. Папа Владимир Меньшов в то время был начинающим, впоследствии стал прославленным режиссером, который снял картину «Москва слезам не верит». Мама – Вера Алентова актриса, сыгравшая в этой ленте одну из главных ролей. Детство девочки нельзя назвать безоблачным. Ее родители расстались, когда ей было четыре, а до этого девочка не раз слышала их ссоры. Чтобы не травмировать детскую психику, Юлю отправили к бабушке. В то время Меньшов и Алентова еще не были известными людьми. Он учился во ВГИКе, денег не хватало, поэтому отец семейства вынужден был находить ночные подработки, а днем бегать на занятия и пробовать писать сценарий. Вера была беременной, служила в театре и тащила на себе весь груз бытовых проблем. В какой-то момент он оказался неподъемным, и супруги решили пожить отдельно. На развод подавать не стали, и хорошо, потому что через несколько лет они снова жили вместе. Юля шла к успеху сквозь строгие установки родителей. Ее редко хвалили, зато постоянно предъявляли высокие требования. Может быть, именно благодаря этому она и добилась всего, чего хотела. Родители принципиально не баловали дочь, опасаясь, что девочка станет представителем золотой молодежи. Меньшову с детства приучали к труду и самостоятельности. Школьнице запрещалось носить модные кофточки и джинсы, чтобы не выделяться среди одноклассников. Отец на летние каникулы отправлял Юлию в Астраханскую область, в колхоз пропалывать помидоры. Помню, мы встречались с одноклассниками на 15-летие окончания школы, и они в один голос вспомнили. Меньшова вечно убирала квартиру, призналась Юлия. После школы Юлия решила попробовать силы на факультете журналистики, но буквально перед самыми экзаменами узнала, что все абитуриенты должны иметь три напечатанных в любом издании статьи. Естественно, что опубликованных статей у нее не было, поэтому Юлия решила поступать в следующем году. А чтобы не терять время, отправилась поступать в театральный, в школу-студию МХАТ под другой фамилией. Девушка изменила первые буквы фамилии и стала Большовой. Ей удалось попасть в институт с первой попытки. Радостная студентка пригласила родителей на экзамен по актерскому мастерству, но тут же об этом пожалела. «Ты хуже всех, просто тебе из-за нас все стесняются об этом сказать», – отметили Меньшов и Алентова. Тем не менее, после окончания института Юлия попала в труппу Олега Ефремова. В 90-х, когда в театральной сфере начались проблемы, актриса уволилась. Отец переживал, что она не сможет обрести другую профессию, и настаивал на возвращении в театр. Но Юлия давно мечтала о работе на телевидении. Девушка была готова пройти все ступени профессии с самых низов и не рассчитывала на поддержку семьи. Ей помог счастливый случай. Однажды родителям позвонил телеведущий Виктор Мерешко, но трубку взяла Юлия. Узнав, что артистка хочет попробовать свои силы на экране, он предложил ей вакансию редактора. Меньшовой удавалось блистательно работать за кадром. Тогда ей предложили попробовать себя в роли телеведущей в новом проекте «Я сама». Работа Юлии понравилась, и зрители ее полюбили. Именно на телевидении она неожиданно избавилась от ярлыка «Дочь Меньшова и Алентовой». Стала самостоятельной единицей и обрела собственное имя. Насмотревшись на отношения родителей, Юлия не форсировала события своей личной жизни и не стремилась под венец. Но когда Юлия вела собственную программу, она познакомилась с актером Тюза Игорем Гординым. Увидев будущего мужа на сцене, Юлия сначала оценила поставленный голос артиста, а уже потом обратила внимание на его внешнюю привлекательность. После спектакля они вместе пошли в ресторан, а в конце свидания Игорь принялся учить Меньшову игре в бильярд. Невинный флирт плавно перерос в серьезные отношения. В 27 лет Юлия вышла замуж за Игоря Гордина. В 1997 году у них родился сын Андрей, в 2003 дочка Таисия. Юлия в точности повторила семейную жизнь своих родителей. Они с мужем тоже расставались на 4 года без развода, но были уверены, что жить вместе больше не будут. На разлад сильно повлияло рождение первенца. Маленький Андрей плохо спал, а его уставшие после работы родители все больше ссорились из-за стресса и отсутствия сна. Они долго не могли понять причину, почему ребенок так беспокоен, обошли массу врачей. И только через год нашли того, кто все правильно диагностировал. Ситуация с малышом психологически сильно их подорвала. И на нее, как на тележку, накладывалось все остальное. Игорь превратился в воскресного папу, виделся с детьми, гулял с ними, возил в родной Санкт-Петербург. Однако наследники чувствовали, что отношения родителей изменились. Малышка Таисия плакала, узнав, что отец не остается дома ночевать. Так продолжалось 4 года. Чтобы дети не страдали от распада семьи, они все вместе ездили отдыхать. И вот в очередной раз они поехали на отдых. И вдруг Гордин стал заботиться о Юлии, проявлять знаки внимания, и она на него посмотрела другим взглядом. У них начался роман, который длился полгода. Роман, который они скрывали от детей. Игорь продолжал навещать детей, и однажды Таисия попросила его больше не уходить. И он не ушел. Супруги снова сошлись. Юлия после воссоединения проделала огромную работу над ошибками. Их семейная жизнь стала счастливой. Юлия Меньшова вела несколько популярных шоу на Первом канале. Одним из ярких проектов стала передача «Сегодня вечером». Для дочери режиссера фильма «Москва слезам не верит» это был первый опыт работы в кадре с партнером. Она вела ее на протяжении двух лет вместе с Максимом Галкиным. Телеведущая призналась, что Галкин делал акцент на развлекательной части телепередачи, а Юлии хотела сделать ее более насыщенной в информационном плане. Редакторам не нравился ее подход, поэтому часто эпизоды с ней подрезались. В некотором смысле Максим был подставлен. Иногда выглядела так, что он мне и слова не дает сказать. «Я думаю, это потому, что редакции я не нравилась. Меня частенько подрезали. В итоге получалось, что Максим разговаривает, разговаривает, а я все молчу и молчу», – рассказала Меньшова. Меньшова часто рассказывала, что у нее не было духовной близости с родителями. Они редко разговаривали с дочерью, почти не интересовались ее проблемами и страхами. Но зато она им благодарна за нравственное воспитание и за то, что умело направляли ее по жизни. Она читала книги, рекомендованные отцом, ходила в театр, который он советовал. В конце июня 2021 года родители телеведущей попали в больницу с коронавирусом. У Владимира Валентиновича было тяжелое течение болезни. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи почти две недели боролись за его жизнь, но 5 июля его не стало. Семья тяжело переносила потерю, и Меньшова просила прессу и поклонников проявить тактичность. За три месяца до смерти режиссера Юлия записала с ним интервью, с которого хотела начать свою карьеру ютуб-блогера. В связи с печальными событиями, премьеру пришлось перенести на месяц вперед и опубликовать в качестве посмертной записи. Юлия разместила интервью с отцом на девятый день после смерти, чтобы таким образом увековечить память великого режиссера и прекрасного отца. Сейчас Юлию считают образцом для подражания. Поклонницы постоянно следят за ее прическами, которые она периодически обновляет. Меньшова остается очень привлекательной, причем это не заслуга пластики. Актриса старается правильно питаться, в ее рационе нет мяса, молока и молочных продуктов. Зато она просто обожает мед, зеленый чай, овощи и рыбу. Не увлекается Юлией чрезмерным макияжем. Все, что нужно для ухода за лицом, она приобретает в аптеке. Друзья, давайте пожелаем Юлии успеха, всеобщего признания и почитания, великолепных ролей, личного блага и счастья, удовольствия от жизни и верной любви.